Дорогие друзья, наше онлайн-мероприятие приурочено ко дню рождения Федора Михайловича Достоевского, чье детство связано с нашей Зарайской землей. А посвящено оно 140-летию публикации в дневнике писателя «Речь о Пушкине», которую Федор Михайлович произнес 8 июня 1880 года на торжествах по случаю открытия в Москве памятника Александру Сергеевичу Пушкину. В конце 1870-х годов Достоевский часто выступал на всякого рода благотворительных мероприятиях, на вечерах с чтением отрывков из своих собственных произведений. Федор Михайлович выбирал самые пронзительные и проникновенные отрывки из «Униженных и оскорбленных», из «Преступления и наказания» и «Братьев Карамазовых». Послушать Достоевского всегда собиралось множество народу. Залы были набиты битком, и его выступление, практически каждое выступление сопровождалось успехом, потому что читал Достоевский удивительно. С первых слов Достоевский стремился овладеть публикой, и каким образом, о тем, что он показывал, что он пришел сюда, чтобы поделиться со слушателями своими проникновенными идеями, мыслями, которые хранятся у него в душе. И это сразу создавало какую-то интимно-доверительную обстановку в зале. И в чтении Достоевского не было ничего возвышенно-патетического, но его проникновенный голос был слышен буквально во всем зале, на каждом ряде, в том числе и сзади. И литературный критик, поклонник Федора Михайловича Венгеров вспоминает. На мою долю выпало великое счастье – слышать его чтение на одном из вечеров, устроенных в 1879 году. Достоевский не имеет никого себе равного, как чтеца. Чтецом Достоевского можно назвать только потому, что нет другого определения для человека, который читает свое произведение. На том же вечере читали Тургенев, Салтыков-Щедрин, Григорович, Полонский, Алексей Потехин. Кроме Салтыкова, читавшего плохо, и Полонского, читавшего слишком приподнято торжественно, все читали очень хорошо. Но именно только читали, а Достоевский в полном смысле слова именно пророчествовал. И никогда еще с тех пор не наблюдал я такой мертвой тишины в зале, такого полного поглощения душевной жизни, тысячной толпы настроениями одного человека. Надо сказать правду, вспоминала Анна Григорьевна, жена писателя, Федор Михайлович был чтец первоклассный, и в его чтении своих или чужих произведений все оттенки каждого передавались с особенной выпуклостью и мастерством. А между тем Федор Михайлович читал просто, не прибегая к каким ораторским приемам. Своим чтением Федор Михайлович производил впечатление потрясающее, и я видела у присутствующих слезы на глазах, да и сама я плакала, хотя наизусть знала отрывки. Иногда он отступал от этого правила и читал стихи Пушкина, которого ценил выше других поэтов. Особое сильное впечатление на слушателей производило чтение Достоевски, стихотворение Пушкина «Пророк». И одна из слушательниц, из современниц писателя, она вспоминала, что когда Достоевский читал «Пророка», то Пушкин как будто именно его видел перед собой, когда Достоевский читал глаголом «Жги сердца людей». Весной 1880 года Достоевский получил от председателя общества любителей российской словесности Юрьева приглашение принять участие в торжествах по случаю открытия памятника Пушкину в Москве. «Бога ради, не откажите нам в чести вас видеть в эти дни в среде нашей и слышать ваше слово у нас в Москве. Вы будете среди людей, для которых вы неоценимо дороги», писал Юрьев, называя Аксакова, Тургенева, Писемского, Островского. Несмотря на занятость, Достоевский приезжает, собирается в Москву и откладывает работу над своим романом «Братья Карамазовы». Он в Старой Руси пишет речь, готовится к ней и стремится уместить в эту речь все свои мысли о Пушкине, о поэте, которого он считает величайшим из русских поэтов, русским гением. И получается, что он в Старой Руси находится не на отдых и не на покой, а на большую работу с огромным душевным подъемом. О поездке в Москву Достоевский сообщил своему другу Победоносцеву. Не на удовольствие поеду, а даже, может быть, прямо на неприятности, ибо дело идет о самых дорогих и основных убеждениях. Я уже в Петербурге мельком слышала, что там, в Москве, сврепствует некая клика старающейся недопустить иных слов на торжестве открытия, и что опасаются они некоторых ретроградных слов, которые могли бы быть иными сказаны. Даже в газетах уже напечатаны прослухи о некоторых интригах. Моя речь о Пушкине я приготовил, и как раз в самом крайнем духе моих убеждений. А потому и жду, может быть, некого поношения. Но не хочу смущаться и не боюсь, а своему делу послужить надо. И буду говорить небоязненно. Москва встречает Достоевского крайне радошно. И вот этот слишком даже горячий, в некоторой степени экзальтированный прием смущает Достоевского и оказывается для него неожиданным. Но этот прием, он прелюдия для будущего успеха на пушкинских торжествах Достоевского. Достоевского наперебой приглашают на все мероприятия, встречи, собрания. Отовсюду слышатся восторженные речи. И стоит отметить, что вот этот прием, оказанный ему москвичами, он не является какой-либо сиюминутной прихотью. Тут нет ничего такого необычного, не каприса это. А наоборот, это результат работы, умственной, интеллектуальной работы Достоевского за три с половиной десятилетия. Где в своих произведениях он рассуждает о предназначении человека, о роли России в судьбе мира, о религии, о боге, о любви, о добре, о зле и так далее. То есть прием москвичами в принципе он был обоснован. Из первых шагов в литературе от Достоевского ожидали многого. И он всегда был в центре внимания. И конечно же он никогда не обманывал вот этих вот ожиданий. Приезд Достоевского в Москву на пушкинские торжества был не случайным, потому что здесь мы видим комплексное резонансное сложение трех основ будущего его триумфа. Первое. Это факт глубокого значения для Достоевского самого Пушкина. Самой вот этой темой о Пушкине, о поэте, о русском гении. Второе. Это исключительное отношение к самой речи. То есть он очень сильно с большим соответственностью отнесся к ее написанию, тем более и к произнесению. И третье. То, что Достоевский уже был почитаем на уровне с гением, у интеллигенции, у читающей публики и так далее. Вот эти все основы, они сошлись воедино, чтобы сделать речь, произнесенная на пушкинских торжествах, именно с событием. И с событием таким, которого не было ни до и не будет после в истории словесности, в истории вообще какого-либо произнесения речи на публике. И это именно событие. Но пока Достоевский такого результата предвидеть не мог. С некоторой тревогой относился и Достоевский к тому заговору, который сложился против него в кругу либеральной интеллигенции. Отчасти эта тревога оправдалась, потому что известный в то время правовед позитивистского направления Ковалевский, прождебно относившийся к писателю, подготовил своих сторонников для того, чтобы освистать Достоевского и его сторонников, его единомышленников. В письме жене 7 июня Достоевский писал. «За кулисами я заметил до сотни молодых людей, оравших выступлений, когда выходил Тургенев. Мне сейчас подумалось, что это клокеры, посаженные Ковалевским, чтобы выставить Тургенева как шефа их направления, а нас унизить, если мы против них пойдем». Но, впрочем, восторженный прием на литературном обеде предрекал будущий успех и позволял не особенно беспокоиться о происках интриганов. «Сегодня был второй обед, литературный, сотни-две народу. Молодежь встретила меня по приезде, почивали, ухаживали за мной, говорили мне речи, и это еще до обеда. Затем вся эта толпа бросилась со мной по лестнице и без платьев, без шляп вышли за мной на улицу и усадили меня на извозчика. И вдруг бросились целовать мне руки. И не один, а десятки людей. И не молодежь лишь, а седые старики. Нет, у Тургенева лишь клокеры, а у моих истинный энтузиазм. Несколько незнакомых людей подошли ко мне и шепнули, что завтра на утреннем чтении на меня и на Аксакова целая кабала. Завтра, восьмого, мой самый роковой день. Утром читают статью». Так писал Федор Михайлович в письме Анне Григорьевне 7 июня 1880 года. 8 июня зал благородного собрания, в котором предстояло выступить Достоевскому, был повод. В президиуме на специально подготовленном месте, на эстраде, сидели известные русские писатели. Иван Аксаков, Григорьевич, Тургенев, Островский. Председательствовал и тот человек, который пригласил Достоевского на эти торжества. И первым выступил Плещеев со стихотворением, посвященным Пушкину. А за ним вслед на кафедру взошел Федор Михайлович Достоевский. Но интересно отметить выступление Тургенева, которое состоялось накануне. Как же выступил оппонент Достоевского? Тургенев начал декламировать на память последнюю точу просеянной бори. Запнулся. И вдруг ему начали подсказывать со всех сторон. Дочитав стихи вместе со всем залом, Тургенев вдруг завершил свое выступление репликой. Вопрос. Может ли Пушкин назваться поэтом национальным, в смысле Шекспира, Геота и других, мы оставим пока открытым. Быть может явится новый, еще неведомый избранник, который превзойдет своего учителя и заслужит вполне название национально-всемирного поэта, который мы не решаемся дать Пушкину, хотя и не дерзаем его отнять у него. В зале ропот, недовольство, разочарование. Не таких слов ожидали от Тургенева в адрес великого русского поэта Пушкина. А вот Достоевский полностью оправдал ожидания публики и читающей интеллигенции. Он стихи прочел без запинок и затем произнес речь, ту самую, которую до сих пор изучают и историки, и философы, и мы с вами, дорогие зрители. Так описывает начало выступления Достоевского очевидец, Любимов. Когда аплодисменты понемногу смолкали, он начал прямо, без обычных «милостивы государыни», «милостивы государи», а так. «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа», – сказал Гоголь. «Прибавлю от себя и пророческое». Первые слова Достоевский сказал как-то глухо, но последние произнес каким-то громким шепотом, как-то таинственно. Я почувствовал, что не только я, но вся зала вздрогнула и поняла, что в слове «пророческое» вся суть речи, и Достоевский скажет что-либо необыкновенное. Пушкинские торжества проходили в атмосфере небывалого подъема. Но самым ярким и, безусловно, впечатляющим было на этих торжествах произнесение речи Федора Михайловича Достоевского. Своей речи придавал писатель особое значение. Он много серьезно над ней работал и попытался в концентрированной форме высказать все свои самые сокровенные мысли о поэте и его значении для нашей страны. Речь о Пушкине – это плод многолетних размышлений писателя о предназначении Пушкина и о его гениальности. В появлении Пушкина, говорил Достоевский, для всех русских есть нечто бесспорно пророческое. Он первый в Олеко и Вонегине изобразил исторического русского скитальца, оторванного от родной земли, тоскующего и страдающего. Он же подсказал и русское решение этого проклятого вопроса. Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость. Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудись на родной ниве. Рядом со скитальцем Онегином он ставит Татьяну, русскую женщину, тип положительной и бесспорной красоты. Определив болезнь, он дает и утешение. В ней Достоевский увидел подлинное спасение для русского, подлинный национальный характер. И она, Татьяна, она лишена гордыни, и она свято выполняет нравственные законы. И прежде всего свой долг перед семьей, перед мужем, и силу ее как раз в смирении. Повсюду у Пушкина слышится вера в русский характер, вера в его духовную мощь. А коли вера, стала быть и надежда, великая надежда на русского человека, говорил Федор Михайлович. Кроме того, Достоевским была высказана мысль об особой миссии русского народа, который, по его убеждению, призван указать путь к единению всех людей мира и изречь окончательное слово великой общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову и Евангельскому закону. И никогда еще ни один русский писатель, ни прежде, ни после его, не соединялся так задушевно и родственно с народом своим, как Пушкин. В Пушкине есть именно что-то, сроднившееся с народом за правду. Да, Пушкин истинно наш, народный поэт. Став вполне народным поэтом, Пушкин тотчас уже и предчувствует великое, грядущее всемирное назначение этой силы. Тут он угадчик, тут он пророк. «Наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей». Жил бы Пушкин далее, так и между нами было бы, может быть, менее недоразумений и споров. Но Бог судил иначе. Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унес с собой в гроб некоторую великую тайну. «И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем», – закончил Достоевский. Кажется, что в этой фразе высказалась мистерия, суть, загадка русской культуры, где сам Достоевский сыграл бесспорно одну из ключевых ролей. И сегодня мы с вами, дорогие гости, уже, дорогие зрители, разгадываем тайну самого Достоевского. После короткой паузы зал ответил не просто аплодисментами, а какой-то волной экстаза. Речь Достоевского произвела огромнейшее впечатление на слушателей. По словам Успенского, писатель удостоился не то, чтобы овацией, а просто идолопоклонения. Достоевский был увенчан громадным лавровым венком, который после он возложил к ногам, к памятнику Пушкину, к ногам своего великого учителя и поклонился ему до земли. Но, конечно же, лучше всего о речи и произведенном ею эффекте написал сам Достоевский в своем письме жене Анне Григорьевне от 8 июня 1880 года. Утром сегодня было чтение моей речи в любителях. Зала была набита битком. Нет, Аня, нет, никогда ты не можешь представить себе и вообразить того эффекта, какой произвела она. Что петербургские успехи мои, ничто, нуль сравнительно с этим. Когда я вышел, зала загремела рукоплесканиями, и мне долго, очень долго не давали читать. Я раскланивался, делал жесты, прося дать мне читать. Ничто не помогало. Восторг, энтузиазм. Наконец я начал читать. Прерывали решительно на каждой странице, а иногда и на каждой фразе громом рукоплескании. Я читал громко, с огнем. Все, что я написала о Татьяне, было принято с энтузиазмом. Когда же я провозгласил в конце всемирном единении людей, то зала была как в истерике. Когда я закончила, я не скажу тебе про рев, про вопль, восторга. Люди, незнакомые между публикой, плакали, рыдали, обнимали друг друга и клялись друг другу быть лучшими, не ненавидеть впредь друг друга, а любить. Все члены нашего общества, бывшие на эстраде, обнимали меня и целовали. Все, буквально все плакали от восторга. Вызовы продолжались полчаса, махали платками. Вдруг, например, останавливают с меня два незнакомых старика. Мы были врагами друг друга 20 лет, не говорили друг с другом. А теперь мы обнялись и помирились. Это вы нас помирили. Вы наш святой, вы наш пророк. «Пророк, пророк!» – кричали в толпе. Тургенев, про которого я вернул доброе слово моей речи, бросился меня обнимать со слезами. Аненков подбежал жать мою руку и целовать меня в плечо. «Вы гений, вы более чем гений!» – говорили они мне оба. Аксаков бежал на эстраду и объявил публике, что речь моя есть не просто речь, а историческое событие. Достоевский свято верил в великую общую гармонию во все примирение идей. И в пушкинской речи он попытался выразить вот эти свои заветные мысли. Примирить славянофилов с западниками, интеллигенцию с народом, Россию с Европой. И на одно мгновение показалось, что чудо свершилось. И вот уже вчерашние противники, враги, они обнимаются, целуются, держат друг друга за руки, они помирились. Отовсюду звучат восторженные слова, льются слезы. Даже кто-то падал в обморок. Но, к сожалению, вот такая братская минута, она длилась недолго. Быстро высохли вот эти слезы. И когда проходит опьянение восторгом, началась, возобновилась злобная критика. И все уже обернулось в другую сторону. Река потекла в другое направление. Началась журнальная полемика, критика, продолжились распри. Тургенев теперь заявляет, что это хитрая искусственная речь. Успинский пишет сам на себя опровержение, опровергает свои собственные слова. И, к сожалению, Россия в 80-х годах не была готова к братству и ко всечеловеческому счастью. Что же тогда произошло? Как объяснить ту небывалую эйфорию, которая была на пушкинских торжествах? Можно объяснить это художественной красотой речи Федора Михайловича Достоевского. Анненков, например, говорил, что речь гениальна. И поистине это шедевр словесности. Можно объяснить это некоторым артистизмом оратора. Но многие говорили, что каких-либо специальных театральных приемов, аффектации, ничего этого не было. Достоевский читал так, как он читает, как он произносит речи обычную. Можно все это объяснить некоторой магией автора братьев Карамазовых, некоторым даже гипнозом, которым объяснялось многое на этой встрече. Конечно же, и шло некоторое обаяние, харизма от такой великой личности, как Федор Михайлович Достоевский. Да, это все можно иметь в виду, но главное – это пророческое содержание речи, произнесенной на пушкинских торжествах. Достоевский писал Ивану Аксакову следующее. «Посеете зерно, вырастите дуб». Так он говорил о статье Аксакова, но такое ощущение, что имел в виду себя и свою произнесенную речь. И буквально вся жизнь писателя подготовила результат этой речи. Тот именно, что речь и главная идея ее стали частью общественного сознания, самосознания. Пусть запал единение славянофилов и западников, зажженный на этой встрече, и он пропал, угас, и скоро все вернулось на свои места. Но сохранилась вот эта идея единства, идея вот эта не умерла. Она, конечно же, сохранилась не в форме слова или нравоучительного текста, а как некоторый факт общественной жизни, как события. «Всеобщий подъем духа, вообще близкое ожидание чего-то лучшего в грядущем, и Пушкин, воздвигшийся как знамя единения, как подтверждение возможностей и правды этих лучших ожиданий, все это произвело и еще произведет на наше тоскующее общество самое благотворное влияние, и брошенное семя не погибнет, а возрастет». Так писал Достоевский Третьякову спустя несколько дней после произнесения речи. И так оно и получилось. Это событие речи Достоевского буквально сделало Пушкина русским гением, гением в точном, в античном понимании этого слова. До этого слова Аполлона Григорьева, «Пушкин, наше все», многие не понимали, и, наверное, понимал все истинное значение этих слов только Федор Михайлович Достоевский. И Достоевский разрешил на московских событиях о памятнике Пушкину ту самую неразрешимую променитовскую загадку, когда одно – Пушкин, стало все. И теперь через Пушкина Россия могла осознавать смысл своего бытия, своей истории, своего предназначения. И думаем, что значение Пушкинской речи как раз-таки в этом. Оно раскрыло смысл бытия нашей страны и указало путь к их дальнейшим раскрытиям. Сейчас Пушкин – это национальный гений. Он буквально пропитывает все творчество, всю нашу культуру. От детских сказок, с которыми ребенок знакомится, когда вступает в жизнь, до топонимики страны, в которой он живет. И этот факт сам, наверное, Федору Михайловичу очень сильно понравился. Достоевский писал, что при начале всякого народа, всякой национальности, идея нравственная всегда предшествовала зарождению национальности, ибо она же и создавала ее. Достоевский именно сотворил Пушкин как национальную идею, выполнив тем самым предназначение истинного художника. Кто знает, как бы сложилась жизнь России в 20-е столетие без Пушкина, без Достоевского, без событий Пушкинской речи? Закончить наше мероприятие мы бы хотели словами одной из слушательниц Пушкинской речи, Екатерины Йонге, которая в ноябре 1880 года в письме Костомарова писала «Я люблю Достоевского за то, что у нас идеал будет». Что бы мы были без идеалистов? Звери, несмотря на железные дороги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова